Ты меня поставишь в угол, в свой сайт, скажешь, что мэр отказывается со мной разговаривать в присутствии наших российских друзей. Они еще что-то подумают, что я уже вижу. У меня нормальные отношения. Спасибо, спасибо. Ну, в принципе, они сами о себе расскажут все. Я маленькое только вступление, просто одним предложением. Вы же знаете, что я два с половиной года занимаюсь реабилитацией, спасением своего сына. Я это не скрывал. И сегодня у меня уже какие-то результаты есть. Но результаты у меня есть только благодаря вот этой организации. Не конкретно этим ребятам. Данила я видел в Киеве, я с Данилом в Киеве встречался. А вот Сашу я вижу вообще первый раз. Но благодаря этой организации, вот этой организации под названием «Россия и преодержание Украины». Ну, они сами о себе расскажут. Владимир Дмитриевич, мы работаем здесь на Украине уже примерно около года. В общем, у нас уже 13 восстановительных центров по всей Украине. Ну, только на Западной Украине у нас еще не открыты. То есть начали мы свою деятельность с города Донецка, потом Харьков. И так постепенно, постепенно, значит, вот стараемся адаптировать эти системы. То есть в чем они заключаются? То есть мы предлагаем, мы ничего обычно не бросим. То есть мы ни денег не бросим, ни каких-либо там, какой-либо помощи. Мы обычно просим здание или помещение для того, чтобы повысить КПД, так сказать, от нашей работы. То есть сейчас, на сегодняшний момент у нас здесь есть, скорее, домашний восстановительный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. То есть это не обязательно наркоманы или алкоголики, это люди одинокие, погорельцы, допустим, люди пожилого возраста, которые не могут с ним стоять на жизнь. Ну и в том числе, конечно, и наркоманы-алкоголики, люди, которые освободились из мест заключения. Вот для них мы адаптируем систему духовного и нравственного перерождения и, соответственно, привлекаем этих людей, которые проходят через некие социально-трудовые адаптационные программы, они трудятся еще и на улице города обычно. Ну то есть, чтобы быть полезными городу, мы берем на себя там какие-то функции по очистке городских улиц, партовые зоны, берем иногда шерство над каким-либо памятником или детскими площадками. Но в основном ЖКХ сотрудничает, допустим, то, что касается России. И люди, они, проходя через эти программы, во-первых, приобретают навыки и способности, которые позволяют им дальше жить, ну и плюс все-таки оказываются полезными городами. То есть не просто там где-то сидят, а действительно участвуют в таких-то таких программах и проектах. Ну, на сегодняшний момент, что мы арендуем помещение у частных граждан, то есть это довольно приличные дома, когда мы говорим, что это домашний социальный центр, то есть все равно обстановка, она влияет на человека. Человек, допустим, асоциальный, который выпал, так сказать, вот из этой жизни, он, когда приходит к нам, обычно все это на него оказывает положительное влияние. Ну, семейное, так сказать, семейное общение вот такое, да, хорошее питание, хорошая обстановка, это всегда действует облагораживающий на человека. Ну и вот, конечно, у нас далеко идущие планы по части Украины, но на самом деле больше половины наших сотрудников, это, так сказать, больше этнические, наверное, украинцы, это те люди, у которых как-то связано что-то с Украиной, и поэтому мы русские скорее больше по прописке или по гражданству. Но мы наблюдаем вот эти вот негативные процессы, которые на сегодняшний момент наметились на Украине, то есть очень много и наркоманов, и аптечных наркоманов, людей, очень много людей, которые, встречаясь вот с безысходностью, начинают употреблять алкогольные напитки, и мы видим в нашей работе особый смысл и здесь, на Украине, то есть мы здесь востребованы. Очень много людей звонят, приходят на консультации, интересуются, а многие, конечно, и приезжают к нам для того, чтобы пройти через вот эти вот реабилитационные программы. В принципе, как можно, тоже несколько слов. Ну, в принципе, как бы, прежде всего, конечно, познакомиться пришли, прежде всего, чтобы и вы знали, но хотелось бы, что, ну, немного, если такое получится, как бы, вот немного, ну, нам нужно, как бы, усилить, может быть, взаимодействие как-то вот с государственными структурами, может быть, что-то в плане распространения информации, допустим, о нашей организации, может быть, в плане социальными службами какие-то мы бы на себя обязательства взяли, то есть уже, ну, встречи какие-то рабочие провести, то есть, в принципе, мы вас приглашаем даже в гости, может быть, кто-то из ваших помощников приедет, посмотрит тот уровень, на который мы сейчас действуем, и вот, ну, о чем Александр Вячеславович говорит, что можно было бы как-то это развивать в дальнейшем. Естественно, это все, ну, не в один день, но в дальнейшем, может быть, как-то, если это все пойдет. В принципе, мы, каким образом, вот, различные взаимодействия вообще можно, вплоть до уголовно-исполнительной инспекции, ну, полностью, вот мы бы хотели, как если действовать дальше, может быть, какое-то письмо вам написать, ну, уже такое полноценное, и там каким-то ведомством, может быть, были бы какие-то, ну, если вы посмотрите, может быть, до того, как вот это письмо, может быть, кто-то из ваших двух помощников приехал, или вы сами заезжаете, вот, как бы это все организовать, я не знаю, там, чтобы вы посмотрели на месте, увидели, как более, как бы, ну, так, что полноценно, полноценно, да, более полноценно. Я был в шести центрах Я был в Киеве, в Одессе, в Днепропетровске и в Николаеве Ну в Николаеве я там вообще не выхожу просто с этого центра Я уже там у них как живу И я скажу лучшего Я же в Николаеве побывал тоже во всех этих Тут как бы отличие от других центров У них нет жесткого Данил, можешь меня перебить, допустим То, что видел я У них нет жесткого такого Обязательного условия Что они должны прямо молиться с утра до вечера Хочешь молись, хочешь Аллаху молись Хочешь молись, это вот У них есть жесткие условия Они не должны курить, они не должны пить Они не должны сквернословить, они не должны прелюбодействовать Ну те вот христианские Это вот И как бы еще раз повторюсь Сегодня там мой сын у них на эксперименте Я ему покажу своего сына Потому что Владимир Владимирович, когда вы мне сказали Ну это правильно, мне все так говорят Юра, а что ж ты хочешь весь город спасти, когда ты не можешь спасти своего сына Ты сына сначала спасти И вот я знаю, что вот эти ребята, они дают практический совет Я еще раз говорю Я мог сказать только тебе Я нигде такого нигде никому не говорю Я говорю это везде Это я везде Я никогда не говорю И не могу упрекать По крайней мере на сегодняшнем этапе Там, где эта беда ходит за спиной У родителей, у семьи Это беда И я наоборот тебе благодарен за то, что ты этот пласт поднимаешь И заставляешь нас тут крутиться и общественности, и власти Другое дело, что, наверное, не хватает в отдельных моментах каких-то финансов, которые тут необходимы Организационных вопросов, и то, что вот сегодня и ты, и ребята расскажешь Я это поддерживаю Учитывая то, что я на две недели улетаю просто в отпуск Вы мне оставьте письмо И мы сделаем так Я сам хочу посмотреть своими глазами Приехав к вам Для того, чтобы этот центр Мы его, если можно сказать так Подняли на щит ответственности со стороны людей Которые взяли это на свои плечи И тут в стороне стоять не должен ни мэр, ни замы, ни службы Начиная от здравоохранения, физкультуры, спорта и правоохранителей Поэтому я, еще раз подчеркиваю Стою на стороне тех сегодняшних дел и действий, которые вы проводите И хочу, чтобы вот этот такой блок был рассмотрен и в вопросах, связанных с бюджетом Я понимаю прекрасно То, что касается общественности То, что касается каких-то средств, полученных от спонсоров Да, это нужно Но я думаю, что в этом должны принимать участие и бывшие Начиная от программных продуктов на следствах массовой информации И заканчивая того, я так думаю То есть опора, чтобы была на общественности Чтобы эта опора дальше была вместе с властью и государственной И тоже время органами местного самоуправления Поэтому, еще раз подчеркиваю Я хочу, чтобы вы мне оставили такое письмо Я приеду и никому не поручаю Потому что поручишь, Юра знает Поручишь, через три недели вспомнил, что и поручал мэр Потому что пришло 30 дней, нужно давать какой-то ответ Или ответ это бывает такой Расписался и будем продолжать Совершенно говоря Я не хочу, чтобы это было Поэтому я возвращусь из отпуска Мы с вами побываем в этом центре И дальше просто проведем первый такой, я думаю, мозговой штурм Чтобы как-то выглядеть это в какую-то программу То есть шаги и действия, которые мы бы с вами связали Владимир Владимирович Кузьмин Как, Саша? Как? Да, мы еще хотели бы что сказать Вы уже сейчас можете на нас рассчитывать Можно будет связываться, в принципе, о чем мы говорили уже И по облагоражению города Может мы где-то бы могли Может какие-то к праздникам Может быть где-то что-то расставить, выставить То есть мы будем... Да, потому что наши подопечные Абсолютно верно Я думаю, что на этом можно и просто зарабатывать для центра В том числе и можно, да Конечно, мы заключили какие-то договора Пускай они будут малые Да, конечно На 30 тысяч, на 20 тысяч Но это уже конкретно Человек поработал и он это принес в центр То есть он не на хлебе Я думаю, что самое главное, на что мы можем рассчитывать И на что вот я увидел Ведь те стереотипы, которые заложились в головах у нас У нас, у родителей, у горожан Слушай, стереотипы, несколько стереотипов Что бывших наркоманов не бывает Бывает Вот сидят перед вами три бывших наркоманов Там еще два на улице А я видел 200 человек 200 человек У этих ребят Я до них видел сотню, наверное Ну вот, вы что же видели Бывают бывшие наркоманы И вот эти ребята, которых сохранил Господь Для чего? Я думаю, он их сохранил прежде всего Для того, чтобы они вытащили у нас в Николаеве Владимир Владимирович, со мной еще никто не спорил с этой цифрой 40 тысяч наркоманов в Николаеве Алко-наркозависимых людей И вот эти ребята Ну, они вот Они даже не понимают Вот честно Я им это пытаюсь объяснить Ребята, это хорошо, что вы сами себя начали обслуживать Для них это новость какая-то Что они начали сами себя обслуживать Сами, ну, в хорошем смысле слова Но основная задача их Это все-таки спасти Вот я вот Ну, мое видение такое Ведь они могут рассказать то, чего другой человек Абсолютно Если я не употреблял наркотик, я не могу Но я могу рассказать, как себя вести родителям, которые живут с наркоманом Это ад, Владимир Владимирович Это ад Но я не знаю, как бросить наркотик употреблять Я не знаю А ребята эти знают Ребята эти знают И сегодня вот их, я думаю, основная А наша задача громады Это помочь этим ребятам Помочь Хотя вот, поверьте мне Им ничего не... Они очень самодостаточны Они совершенно самодостаточны Он жил около меня Они живут два квартала Ну, возле меня И они даже... Я про них даже не знал Я случайно слышал... Воронову Замечательно Спасибо Виталику Воронову Потому что я Виталику просил Виталик, все организации, которые тебе будут приходить по связанию с наркотиками Присылай их ко мне Он говорит, хорошо И я уж не помню, чего Рова там пришел По каким-то... Ну, я не помню, чего он пришел Ихний руководитель этого центра В этом, Владимир Владимирович Счастливой вам дороги Приедете отдохнувшим И мы... Мы большое такое напишем Что там... Да-да-да-да-да Конечно 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 Сделайте вот этот вот блок Чтобы он был, ну, как говорится Конкретно к кому Чтобы я тогда собрался Вместе с вами Сюда Это ваша обязанность Их лечить Их сегодня поддерживать Их сегодня наставлять На пути с них тем Тем или другим Зачастую ведь и простые вещи Нет, допустим, документов У нас уже трудности Ну, то есть простая, в принципе, вещь Там, допустим У ребят Ну, часто Да, у нас есть такой центр Где мы Вот на Нашем этом Я рассказывал Тимуре Да-да-да Что есть сегодня такой центр Где тоже Мы не оказываем там Большую какую-то помощь Поддержку Вот мы их там освободили От какой-то налога Это уже их запас Дали там им На их развитие там 100 тысяч Это их запас А другое уже Они как волонтеры Определяют Что нужно дальше делать И в отдельном моменте Извините, что я так говорю Депутаты в отдельных моментах Не понимают Что спасенная одна жизнь Я рассказываю Это спасенная жизнь Это бесценность Которую спасли Благодаря этим людям Да, не все сразу получится Но если Вот то, что вы прошли Это правильно Говорит Юра О том, что Человек, не вкусивший Вот Зло Он думает, что его нет А оно бывает Настолько рядом Что ты его не можешь Даже прочувствовать Потому что Возле тебя Вот это Зло ходит Глядышко И у меня однажды На такой же встрече Извините, что перебиваю Один человек Тоже чиновник Говорит другому Тебя пока жареный петух Голову не клюнет Ты сейчас говоришь здесь Что Ну это Ну нас не касается Там Когда говорит Тебя жареный петух Голову клюнет Тебе уже Ты по-другому В заднее место Ты уже по-другому Будешь Владимир Дмитриевич Еще буквально В конце Это самое Мы Не могу Конечно Не упомянуть То, что мы Профессионалы В области То есть мы Не новички Мы эту систему Адаптируем Действуем уже В течение Десяти лет Практически По всей России И соответственно Украине Думает Все